Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю красное вино. У меня есть прекрасный виноград. Это Изабелла. И сейчас я обрываю виноград и подготавливаю его к дроблению. Друзья, я буквально одну минуту попробовал отделять ягодки от гребней. Потом вышел, посмотрел, сколько у меня есть виноградика. Вы это уже видели и сказал, нет, пусть лучше это будет все с гребнями. Поэтому я сейчас высыпал сюда виноград, перфоратором его измельчил и теперь переливаю это все в емкости, где будет первичное сбраживание. Сусло постояло 3 часа. Я отсыдил гущу и опустил сюда сахарометр. Сахарометр показывает 25%. То есть, на мой взгляд, это прекраснейший показатель содержания сахара в винограде. Это очень хороший, сладкий, качественный виноград. Поэтому пока я сюда сахар добавлять не планирую. Когда я измельчал перфоратором и мешалкой ягоды в мезгу, я даже не подозревал, что такой способ будет очень интересным. Посмотрите, вот столько гребней, вот это все гребни с винограда отделилось именно на мешалки перфоратора. То есть, это прекраснейший способ. Даже если бы у меня была специальная плющилка для того, чтобы давить ягодки винограда без гребнеотделителя, все равно эти все гребни остались бы в сусле. А я не покупал специальную плющилку и обычной мешалкой для перфоратора. Измельчил идеально все ягодки. И вот это все спрессованное, такие тяжеленные гребни. И здесь, и здесь они отделились. Отделение гребней, я считаю, на уровне 75%. Сусло уже начинает пениться и мезга поднимается. В этой бочке у меня виноград лидия. Но лидия был сорван уже почти по морозам. Поэтому очень много было порченых ягод. И именно из лидии я буду делать виноградный спирт, чачу, виноградный самогон. Это все будет очень вкусно. А из изабеллы я буду делать уже вино. Теперь шапку, которая поднимается, нужно как минимум 2 раза в день энергично перемешивать и топить. Таким образом, мезга будет отдавать свои ароматные и красящие вещества соку. И не будет скисать, потому что если мы оставим мезгу и не будем ее перемешивать, ее корочка подсохнет. Это будет прекрасная среда для неправильных бактерий. И сок виноградный может очень быстро превратиться в уксус. Каждый день, 2 раза, а лучше 3, я перемешиваю в шапку. Шапка вот так уплотняется. Таким образом, сусло насыщается кислородом, шапка смачивается соком и лучше происходит экстракция из кожуры винограда, красящих веществ и всяких вкусностей. Прошло ровно 7 дней, как я раздавил ягоды винограда и мезга бродила. Как раз уже вот именно сегодня, на 7-й день, 6-7 день пошел разогрев, потому что температура в помещении у меня 18-19 градусов и температура бродящей мезги была около 20 градусов. Саморазогрев должен быть обязательно. Но чем прохладнее, тем, конечно, температура будет медленнее подниматься. В большом чане у меня температура уже именно в толще мезги около 30 градусов и само сусло начинает нагреваться. Но это виноград Изабелла, он еще пока будет настаиваться на мезге. А лидию сейчас я буду снимать с жмыха. Теперь я аккуратно вытягиваю ковшиком верхний слой мезги. Верхний слой мезги хорошо спрессованный, поэтому я его не перемешивал и вот так его ковшом достаю. Я вычерпал всю мезгу из этого чана и с помощью сифона рецептироваю вино. Вот такая красивая шапка на бродильном чане с виноградом Изабелла. Прошло уже 7 дней, как я его измельчил. Вот такая красивая пенка. Это винные дрожжи дикие. Именно сегодня начался разогрев. У меня в помещении температура 18-19 градусов, но только сегодня весь чан прогрелся. Температура на поверхности сусла 27 градусов, а внутри, конечно, еще выше. Я часа два назад оббивал шапку. Внутри шапки температура 30 градусов. Если бы брожение винограда происходило летом, была бы слишком высокая температура на улице и еще саморазогрев сусло. Без охлаждения мы бы никак не обошлись, потому что при таких высоких температурах очень мало происходит истинного брожения и получается много высших спиртов. И вино было бы достаточно грубого вкуса. Именно при таких температурах хорошо происходит экстракция ароматных веществ из шкурки винограда. Вот так поднимается пена. Таким образом я насыщаю сусло кислородом, который очень необходим сейчас дрожжам. Сама шапка покрывается виноградным соком, лучше экстрагируются все вещества и я препятствую развитию уксусного брожения на поверхности шапки и ее скисания. Сегодня ровно 7 дней, как я измельчил виноград Изабелла и уже я его отсыдил. Я не успел взять с собой камеру. Когда я пришел, уже по вкусу нужно было срочно отсыживать. Я это планировал сделать завтра. Это было очень легко. Я даже не использовал пресс, для того, чтобы отжать мезгу. Вся шапка мезги, из-за того, что углекислый газ поднимал ее наверх, она вся уплотнилась. Я ее аккуратно снял ковшиком и получилось чистое голое сусло, голый сок. Я его перелил в бутыли и поставил гидрозатвор. По сахарометру здесь уже была начальная сладость сусла 25%, а теперь где-то 1,5-2%. То есть почти весь сахар уже выбродил. Что сейчас делать, я еще не знаю, добавлять сахар или не добавлять. Пока еще буду думать. Все это делается, все сусло бродит, как я напоминаю, на диких дрожжах. Поэтому слишком большой спиртуозности здесь я не получу. Вино уже бродит. Когда будет появляться осадок на дне, я буду вино опять отцеживать. После того, как тихое брожение вина закончилось, я его ставлю в темное место, под гидрозатвор. И оно там стоит и созревает. Но каждый месяц я беру и сливаю вино с осадка. Я через шлангочку сливаю вино с одной бутыли в другую. Таким образом, я вино осветляю, убираются лишние дубильные вещества, какие остались в осадке, и частички мертвых дрожжей. Как я это делаю, материалом не сохранилось, потому что видео, как я делаю вино, уже длится целый год. Очень важный этап в производстве вина это яблочно-молочное брожение. Когда мы берем молодое вино и приносим его в теплое место, всегда видно, что вино начинает игриться, как будто бы шампанское. Это потому, что, если в нем не произошло яблочно-молочное брожение, это брожение начинается уже в бутылке, когда мы его начинаем дегустировать. Чтобы этого не произошло, нужно еще дать вино постоять в теплом месте под гидрозатвором при температуре хотя бы 20-22-23 градусов. При этой температуре активизируется яблочно-молочное брожение, лишняя кислота из вина уходит и вино приобретает очень благородный вкус. Друзья, если вам понравилось видео, как делать вино из изабеллы, ставьте вот такие красивые лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.